Ну, мы посмотрели, как создавать сеансовые ключи с помощью третьей стороны, с помощью КДЦ. Но, в принципе, мы можем делать эти же ключи без обращения к третьей стороне. И вот мы давайте рассмотрим протокол Диффи-Хеллмана, ну и его вариация станции к станции. Протокол Диффи-Хеллмана, ну, он достаточно простой. У нас выбирается два числа. Так вот, опять у нас псевдо-простыми числами работаем. П является большим, ну, минимум 1024 бита, а лучше и больше, это минимум. А, Ж является генератором группы порядка П-1. Эти два числа могут быть известны, пожалуйста, доступны. И мы вычисляем специальным образом, вот, по таким формулам, два числа R2 и R1. Соответственно, R1 вычисляет Алиса, посылает Бобу. Боб свое число вычисляет R2. Это разные числа. И потом, на основании этих чисел, Алиса вычисляет свой ключ сеанса, Боб вычисляет свой ключ сеанса. Но, естественно, построено так, что эти оба выражения дают один и тот же ключ сеанса. То есть, получается, что Боб не знал секретные значения Алисы. Алиса не знает секретные значения Боба, но ключ сеанса у них совпадает. Это вот этот ключ сеанса. Ну, и тут у нас приведен простейший пример, который показывает, как это все работает. У нас применяются небольшие числа, чтобы проще было считать. И мы, выполнив все вычисления, получаем, что и Боб, и Алиса имеют одинаковый ключ сеанса. Ну, и расширение протокола Диффи-Хеллмана. Это протокол от станции к станции. Тут еще добавляются цифровые подписи. Ну, все различие, как мы видим, в том, что у нас, кроме того, что идет обмен R1, R2, мы еще идентифицируем себя, посылая зашифрованное ключом сеанса подпись Боба. Ну, вот тут у нас получил Боб R1. Тогда он может посчитать и R2, и ключ сеанса. После того, как Алиса получила R2, тоже ключ сеанса, проверяет с помощью этого ключа подпись Боба, верифицирует ее, и посылает свой сертификат. Ну, сертификат нужен для того, чтобы проверить подпись, естественно. свой сертификат и свою подпись. Боб верифицирует подпись Алисы, то есть они как бы друг друга удостоверились, что это они, и начинают взаимодействовать посредством вычисленного сессионного ключа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Алиса